Я поступил в Ленинградский политический институт, когда еще не Калинина, сейчас не знаю, как он называется. Закончил энергомашистический факультет по специальности судовые двигатели. Потом проработал в Таллине, в Эстонии на судоремонтном заводе. Понимаете, все время пел, в институте пел, на заводе там работал, пел. Ну, я чувствую, что надо уже выбирать либо пение, либо своеобразование, которое получил. И все-таки перетянуло пение. Тут как раз Корейский театр переехал из Кноады в Алма-Ату. Я поехал в театр, поступил и стал солистом Корейского театра. Вы знаете, это уникальный театр. Почему? Потому что это самый древний театр в мире. И я не ошибаюсь, потому что Корейский театр в городе Алма-Ате возник в 1932 году в Владивостоке, еще в Советском Союзе. А все театры, которые в Северной Корее, в Южной Корее, они возникли только после 1945 года, после освобождения к японцам. Я помню, что не давали. Не говори про корейский вирус, тем более так. И вот это самый древний театр в мире, корейский театр в Алма-Ате. Мало того, что он самый древний, так он еще самый единственный для корейской театры, находящийся вне Кореи. Корейцы очень много живут. Вы знаете, там, я помню, и в Китае, в Америке, в Канаде вы тоже знаете столько много. И в Советском Союзе раньше тоже много жили и вкусно было. Но корейский театр единственный существует только у нас в Алма-Ате. Поэтому многие завидуют, а мы гордимся этим. Ну, естественно, работая в корейском театре, поступил в Алма-Атескую государственную консерваторию. И закончил его, причем закончил как оперный вес. Но я сам понял, что я не оперный вес. Фактура не та. Там файлок, например, в весах, высокий рост, грудная клетка широкая, дыхание носит. А тем более в корейском театре мы не ставили то, что есть те оперы. Мы пели народные корейские песни, русские романсы, старинные русские народные песни. И песни народных первых. Вот это был, как говорится, мой конек. Сейчас я хотел бы спеть, а у меня никогда, по-моему, не пел вам корейские песни, потому что, собственно говоря, здесь корейцев за войну нет, кроме Марии Шубиной. Но я хочу спеть одну старинную корейскую народную песню. Она называется «Пятьсот летний». Дело в том, что мы, все люди, мы постоянно теряем из самых родных депутатских знакомых людей, которые уходят от нас, как мы говорим, до небеса. Ну и мы сами тоже здесь не вечные. Но мы переживаем. Тоскуем. Но с этим надо жить. С этим надо жить, такова жизнь. И с этим надо смириться. Об этом в песне «Пятьсот лет». Иосифика «Пятьсот летний» Иосифика «Пятьсот летний» Иосифика «Пятьсот летний» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...